гибридная свекла вот даже большая выросла и она все равно красная вот какая прям бордовая очень хорошая вся ровненькая в отличие вот от сортовой сразу видно что у нее много будет белого внутри она не такая сочная прям не такая она яркая и вообще вот форма у нее совсем не круглая здравствуйте друзья все таки решила я снять нормальный полноценный ролик для вас о свекле чувствую вопросов много вопросы прежде всего о выборе сорта гибрида что выбираете что получается лучше но и уборка подготовка к зиме кто как делает вообще все это потрясающе интересно как делаете вы ну я расскажу о том как делаю я вот такой у нас участок свеклы убираем мы его в этом году в несколько приемов вот это сегодняшнее вот это вот немножко убирали вчера и позавчера погода не дает копать картошку поэтому мы решили начать с мелочи как мы все говорим овощи огородные называем мелочью и так сеем мы всегда гибрид гибрид экшен но в этом году поскольку участок у нас увеличился он у нас примерно на сотку даже может быть чуть больше и у меня не хватило семян заготовленных с прошлого года именно вот этого гибрида экшен и решили просто добавить добавить то что имеется ну что тут поблизости какие тут у нас есть свеколки там моно пабло и еще что-то ну в общем посеяли разное и теперь хочу показать вам какая все таки разница между моим выбранным облюбованным гибридом и вот тем что обычно такие популярные сорта ну во первых обращает внимание на себя разный такой вид свеколки смотрите вот я не знаю конкретно что это я не отмечала но это уже вот эта грядка это с сортом ну то есть что-то было сортовое такое обычное вот форма форма такая каплей потом большой пучок листьев вот это вот точка роста она широкая как хорошенькие красивенькие свеколки так и всякие большие вот здесь вот из обрезанных видно вот здесь вот тоже такая форма вроде бы как плосконько это наверно пабло возможно не знаю но не точно потом вот такой широкий очень пучок листовый тоже был ну такая она круглая вот здесь вот у меня вообще есть свекла которая высветление вот рядом бордовая бордовая а здесь вот просто красное и высветление в центре ну сразу хочу сказать что вот этот прием когда мы обрезаем свеклу сразу же на поле на грядке вот хвостик и ботву убираем срезаем хорошенько стараемся убрать точки роста вот здесь вот по краешку чтобы не было прорастания пока это все лежит пока мы все это до обрезаем до обрабатываем вот ведро я сразу складываю оно заветривается то есть оно подсыхает подсыхают и здесь ранки и здесь ранки клеточный сок какой здесь был выделен ну клетки мы же разрезали они выделили сок и он закрывает закрывает такой плотной пленочкой все будет с этой свеколкой в порядке дальше день такой у нас сегодня ветреный ну и достаточно солнечный но сделаем сейчас вот эту грядку то обрезаем и я ухожу эту свеклу мыть я ее помою я уже вам показывала рассказывала помою и она также обсохнет а дальше это все опускается в подвал в ящиках промытая прям опускается и там оно охлаждается в подвале принимая температуру подвала потом я туда спускаюсь и расфасовываю свеклу мытую по отдельным пакетам пакеты беру всегда новые майки я их не завязываю не запаковал и она такая вот просто ручки сложила сложила и все и раскладываю уже по ящикам ящики оставляю друг на друга и они у меня так в подвале и живут до момента реализации ну как вы знаете мы продаем овощи борщевого набора в течение зимы покупателям нравится во-первых свекла готовая морковь тоже и морковь таким же способом готовый продукт чистый мытый и он сочный из-за того что он мытый на нем нет инфекции он подсушенный вот на этих срезах образуется такой пробковый не пробковый ну короче слой к весне на морковке часто на местах срезов образуются каллюсные ткани то есть морковь она же все равно жива и свекла она все равно живая и дышит и все процессы в ней происходят и сама она прям вот мечтает и старается зарастить своим из своего ресурса разрастаются вот эти клеточки которые к срезу близко получается именно колесная ткань она как бы затягивает вот эту рану то есть растение само себя залечивает к о каком гниении то может идти речь ни о каком то есть там нечему гнить но в смысле не нечему они чем нет тех самых патогенных микроорганизмов или они конечно есть есть они не дремлют они есть везде но не складываются условия для их дальнейшего развития то есть температура не позволяет влажность состояние продукта то есть он дышит он живой выделяется и потребляется кислород выделяется углекислый газ в то же время в подвале есть вентиляция это естественно нужно обеспечить условия приточная в эти и вытяжная вентиляция чтобы был газообмен то есть вот так хранится у нас все температура хранения зимой приблизительно ну плюс пять это максимум самые такие сильно морозные дни бывает конечно и до плюс 0 0 и там полградуса выше это плюс 0 считается ну а в такую в нормальную температуру то есть на на улице минус 20 у нас подвале там ну плюс 3 плюс 5 но не выше выше мы уже не держим потому что мы открываем тогда еще больше проветриваем то есть чтобы туда прям вот холодный воздух спускался вот держим эту температуру обязательно у нас там градусник в хранилище более подробно я снимала вот прям как в хранилище в прошлом позапрошлом году я вам ссылочки на эти ролики оставлю вот тут будут верху в подсказках либо ссылки в описании к ролику если кому интересно сходите посмотрите так вот о чем хочу еще сказать разница между сортами и гибридами сорта такие старые например там бордо что там еще любят цилиндра любят люди садить эти сорта они уже набрали в себе столько лишнего то есть в них внутри популяции этого сорта уже высока вероятность изменчивости поэтому у нас свеклы могут вырасти огромного размера с полосками светлыми внутри корявые иногда не выдерживают условия то есть они когда-то прямо аж перерастают лопаются в другой раз они могут показать гниль сердечко то есть отреагировать на недостаток бора в почве гибриды же обладают выраженной устойчивостью к разным неблагоприятным условиям выращивания то есть вот как нынче у нас прохладное лето скажем прямо ночи холодные буквально жары то было совсем вот чуть-чуть ашку мы погреться не успели уже опять в куртки залезли плюс высокая влажность дождь холодно сыра и гибриды вот в частности экшен прекраснейший себя показал я не пропагандирую сейчас конкретно именно этот гибрид вы можете подобрать под ваши условия под почвенные под климатические условия свой гибрид для этого просто нужно несколько гибридов попробовать и увидите что вам больше понравилось этот гибрид он вырастает такой всегда одинаковый у него маленькая ботва маленькая точка роста ботва аккуратная невысокая немощная в то же время на этой зелени на этой ботве успевает закладываться хороший ровный корнеплод причем вот у гибрида я не наблюдала таких мощных огромных прям чрезмерно огромных да крупные тоже есть экземпляры но монстров нет корявых монстров нет выраженность а круглая формы вот прям яркая выраженность и очень приятно гладкая шкурка очень устойчив к заболеваниям устойчив ну там вредителям хотя особых вредителей у свеклы нет а хотя есть вот это вот самая блоха крестоцветная которая портит капусту она свеклу тоже может повреждать но у нас ее как правило нет потому что она вся на капусте а как нынче холодно и сыро так ее и на капусте было совсем совсем мало вот собственно о чем я вам хочу сказать что вы выбирайте под свой участок то что вам подходит по вашим климатическим условиям не на любую почву не на любой климат идет все подряд и не у всех получается одинаково прекрасно у кого-то 10 даже сорта получается замечательно потому что у них такие условия но это опять же я вам говорю к тому что вы всех слушайте обязательно слушайте много обязательно фильтруйте и перекладывайте чужой опыт на себя анализируйте что вы можете из этого взять что вам в этом случае полезно и все-таки наилучший результат что конкретно дает у вас для этого конечно нужно брать и делать брать и пробовать сеять пробовать анализировать способы хранения пробовать но еще раз для тех кто не верит прекрасно хранятся овощи мытые обрезанные подготовленные упакованные в пакет и в холодном месте сохраняются буквально свежими вот кстати кто мне поверил с первого раза еще в пол за прошлом году попробовал помыть уже в прошлом году писали чудно хранится шикарно как будто свеженькие и в этом году уже писали что я попробовал обязательно буду дальше делать поэтому способ шикарный работает пробуйте возможно и у вас он тоже себя покажет ну что ж все что хотела рассказала дополнительно ну может что-то там пыс-пыс какой-нибудь сниму ставлю ну всего доброго до свидания пишите свой опыт не забывайте да да вот как раз и тот самый пыс-пыс вот отложили сразу две свеколки которые пойдут на корм скоту посмотрите какая форма и вот здесь вот светлого много очень на ботве сразу понятно что свекла внутри будет ну прям такая розовая с хорошими полосками ну смысле с красивыми розовыми но для борща это будет не супер и еще здесь у меня есть момент который тоже хочу показать что такое несколько точек роста посмотрите на большой вот этой вот голове вот ботва сбоку выросла она прям уже начала расти когда свекла сама была развита и здесь она точка роста заложена и она проснулась вот еще вот здесь вот прям нужно вот так вот так обрезать все очень сильно потому что в хранении вот эти точки роста они имеют свойство просыпаться вот так вот так получается да и это тоже будет много полосок потому что ботва вот такая вот светлая вот самые красивые свеклуки вот такие кругленькие с маленькой ботвой с небольшой точкой роста аккуратненькие такие шарики ну все теперь точно все вот так вот